Дорогие братья и сестры, дорогие гости наши! Хотелось бы, чтобы в этот вечер, чтобы Господь благословил каждого из нас. Мы будем молиться, чтобы слово, которое будет проповедоваться с этого места, оно вновь и вновь нам напомнило те праздничные события, которые мы вспоминаем о рождении Иисуса Христа, чтобы сегодня каждый из нас получил из Слова Божьего те благословения, которые ему в жизни будут нужны. Помолимся и попросим благословения на служение наше. Любящий наш Господь Иисус Христос, мы благодарим Тебя, что сегодня мы также можем вспоминать о том чудном приходе Твоем на эту землю. Благодарим Тебя, что сегодня много напоминает нам об этом празднике. И я больше всего прошу Тебя, чтобы через Слово Твое об этих событиях Дух Твой Святой напомнил для каждого из присутствующего здесь сердца ту цель прихода Твоего, которую Ты вложил. Благослови, чтобы сегодня каждый из нас получил из Слова Твоего назидания. Благослови, чтобы хор, который собрался здесь, мог стройно прославить Твое Святое имя нашего Спасителя, Бога нашего. Благослови, чтобы каждый, который выйдет сюда, сделал прославление для имени Твоего Святого чистого сердца. Излей благодать на каждого из нас Твоего. Аминь. В начале вечернего праздничного богослужения будем петь общим пением 703-й о малый город Бифлеем. О малый город Бифлеем, ты стал спокойным слом, когда раздражный беременностью, без воды и ночной. Исно,iblой журасил, и без слитим из тела, Родился он народами на полном городе. Зашел, Иисус, залил всю, чтоб в небо нас приметь. И в царство с ними смешно его местная пьет. О, звезды безящих тунков, мы сидим на земле. И мой Тебе с тобой, Тебе с тобой, Тебе с тобой, Тебе с тобой, Тебе с тобой. И души, наш мой Торнезин, пусть пустится нам в свой сон. Люди в сердцах любого доза небесный король. Не слышно и не взгляну, свечу могу и кровь. О, звезды безящих тунков, мы сидим на земле. Иисус, залил всю, чтоб в небо нас приметь. Участие хора, затем первая проповедь на английском языке. Иисус, залил всю, чтоб в небо нас приметь. 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 Субтитры подогнали Симон. 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 Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 1 Peter 1, verse 8 You see, the people that Peter is writing to in here in 1 Peter, they never saw the face of Jesus. They never saw his miracles the way Peter saw them. Yet they believed in him. Even though they didn't see them with their outward eye, they didn't touch Jesus. They believed in Jesus by faith. And Peter says to these specific people that they are born again to a living hope through the resurrection of Jesus Christ. And by faith, they are guarded for his salvation in its due time. They received that joy. And because through faith, they believed in him. And the way Peter describes joy is very interesting. He says the joy that a believer has is so profound. It's so great. It's so magnificent. It's beyond the power of any words to express. Peter writes that the joy that you and I have is inexpressible. It can't be put into words. It is filled with glory. It does not fade away. It lasts forever. That joy that God gives to those who believe lasts forever. It consumes a person. And that person can't express his joy. So to the second question, to whom is joy given? It is to those who believe in Jesus Christ and are saved through the power of resurrection. It is given to a reborn individual. And a perfect example of this joy can be seen in Acts chapter 16. Acts chapter 16, verse 34. Acts chapter 16, verse 34. Then he brought them. This is when the Philippian jailer asked Paul. He said, what must I do to be saved? And Paul told him, you must believe in the Lord Jesus and you will be saved. And after that, the jailer believed. And he was baptized that same night. We read in 1634. Then he brought them. He, the jailer, brought Paul and Silas up into his house and said food before them. And he rejoiced among his, with his entire household that he had believed in God. Joy comes to those who believe in God and are saved by the power of his grace through faith. So to my dear brothers, seek to believe Jesus and his excellence and his love for us. A fire will ignite. A joy will come to you that is inexpressible. Now, before I continue to the next question, when looking through the whole scripture about joy, I found some very interesting verses and I would like to read them to you. And that would be in Proverbs chapter 12, verse 20. And this is also, to whom is joy given? Proverbs chapter 12, verse 20. Deceit is in the heart of those who devise evil, but those who plan peace have joy. Joy is given to a peacemaker. A person who plans peace. A person whose intention is to resolve a conflict. To speak the word of peace. To not provoke to a conflict. Joy is given to a peacemaker. Turn a couple of pages of your Bible to Proverbs chapter 15, verse 23. We read Proverbs 15, 23. To make an apt answer is a joy to a man. In a word and season, how good is it? God gives joy to those who speak with wisdom. To provide a wise answer at the right time, God gives joy to those people. Turn a couple more pages to Proverbs chapter 19, Proverbs chapter 21, Proverbs chapter 21, verse 15. When justice is done, it is a joy to the righteous, but terror to the evildoers. For when justice is served, joy comes to a righteous person because he is godly and he receives that joy. And the last one that I found that is very interesting is in Isaiah chapter 29. Isaiah chapter 29, verse 19. The meek shall obtain fresh joy in the Lord, and the poor among mankind shall exalt on the Holy One. A meek person, a person with patience, with a gentle and kind soul shall obtain joy from the Lord. Now, these are just a few, and there are many more. The Bible talks a lot about joy. So, to recap, we have joy is given by God to those who believe. And those who believe are the peacemakers, a man who speaks with wisdom to a righteous person, to a meek person. So, we get to the third question is, how do we receive that joy? And for that, let us turn the pages of our Bible to Galatians chapter 5. Galatians chapter 5. And many of you guys know this verse already. 5 verse 22. Chapter 5 verse 22. But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there is no law. Now, believing in Jesus Christ and being reborn again is essentially receiving the Spirit, receiving the Holy Spirit. And the Holy Spirit, which abides in us and is part of the Trinity, it works to produce that fruit, to produce that fruit of the Holy Spirit. As you can see, this is my outline in Russian. And these fruits that are done by the Holy Spirit in us, they can be seen. They can be seen by people, through our actions, through what we say, through what we do, through how we talk through people. People around us can see that joy. So, to recap, we have joy is given by God to a reborn individual through the Holy Spirit. And this last part, I had some trouble with this. When looking at all the verses in the Scripture, it was totally different than I expected. I expected joy to be great, to always be a smile on our face. Well, joy isn't like that. Joy doesn't mean that our life would always be amazing. Joy doesn't mean that we're in a state of euphoria. I do not know when I have more joy than when I am weeping for sin at the foot of the cross of Jesus. In the book of James, he said, In the book of James, he's writing to people that are persecuted, that are scattered abroad from Jerusalem. They were under persecution from Agrippa. And James is telling these people, even though they might persecute you, even though they might kill you, count it all joy, brothers. Jesus Christ, him said on the Sermon on the Mount, in Matthew chapter 5, Blessed are you when others revile you and persecute you, and utter all kinds of evil things against you falsely on my account. Rejoice and be glad, for your reward is in heaven. For so they persecuted the prophets who were before you. Jesus warns us that they will persecute you. But he says, rejoice. They will physically persecute you. They will have personal attacks against you. They will slander you. But he says, rejoice. In 1 Peter chapter 4, 13, we read, Beloved, do not be surprised at the fury trial when it comes upon you to test you as though something strange were happening. But rejoice in so far as you share Christ's suffering, that you may also rejoice and be glad when the glory is revealed. Rejoice because you and I share Christ's suffering. And the last thing I want to add, what Jesus said to his disciple. He said, we read in John chapter 16, verse 22, So also, you have sorrow now. But I will see you again. And your hearts will rejoice. And no man can take your joy away from you. Jesus is telling the disciple that they will have sorrow. They will have persecutions. They will be killed. But they will not be able to take that joy from you. People can take everything from you. They can take your possessions. They can take your dignity. They can persecute you and utter all kinds of things against you. But they will never take that joy from you. So during this Christmas time, when you walk around and you see all this Christmas stuff, just remember that joy is given to us by God. It is given to a reborn individual. It is given through the Holy Spirit. It's mixed with trials and persecution and temptation. And no man can take away that joy from you. So let us pray that we always have that joy in our heart. To not lose faith that one day our joy will be full in Jesus Christ in heaven. Amen. Let us pray. Heavenly Father, God Almighty, we come to your feet and we bow down because you are King. You are God Almighty. You are the one who rules and we thank you that you have given that joy. You are the true joy and you are the one who gives it to a believer, to a person who speaks with wisdom. You give to the peacemaker, to the righteous, to the meek, Heavenly Father. And you give it to us through the Holy Spirit who is in us, who works in us, and we have the fruit of the Spirit in us, Heavenly Father. Our joy comes through trial and through temptations, through persecutions. But you tell us to rejoice that our joy may be one day full. Our joy may be one day full in heaven, Heavenly Father. Father, we pray and we thank you that no man can take away that joy from us. They can take our possessions, they can take our wealth, they can take our health, but they will never take that joy that we have in you. We thank you for that joy that you give us. And let us praise you and glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Numer 701 будем петь. Всесильный царь вселенной. Ставший будем петь. Всесильный царь вселенной. Всесильный желез который поднимал. Царь вселенной. Сима 271. Священном – что он поднимает бы has it? Субтитры подогнали Симон. 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 Это 17-й Псалом. Субтитры подогнали Симон. Также рука Господь. Субтитры подогнали Симон. 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 Мессия Иисуса Христа. Субтитры подогнали Симон. Мы утром слышали, какая разница между благодатью и милостью. Симон. Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. Симон. Субтитры подогнали Симон. 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 Песня. Песня. Участие молодежи, стихотворение, в рождественские дни, затем пение. После участия молодежи будет служение хора и заключительная проповедь. В рождественские дни так нежен вечер, словно спаситель ходит по домам и в нашем сердце зажигает свечи любви, надежды, веры и добра. Он приготовил наш подарок, ведь видит наши души наперед и хочет наделить душу даром. Кто откроет, тот его возьмет. Бог не приходит в дом свой судьей грубой. Он двери стучится, как желанный господин. Подарков Иисуса очень много, ведь знает наше сердце он насквозь. Он крылья приготовил ослабевшим, чтобы воспарить могли над суетой. Огонь любви подарит охладевшим, бунтующему сердцу свой покой. Скорбящему подарит небо радость, а зябшему свое тепло дает. Голодного накормит жизни хлебом и жаждущего к водам поведет. Упавшему он предлагает помощь, заблудшему во тьме небесный свет. Прозрение подарит он слепому, мятющемуся на вопрос-ответ. Скупому весть есть подарок Божий, шедрость, а гордецу смирение, как дар. Колеблющему он подарит верность, а узникам свою свободу даст. Ленивым трудолюбие в подарок дает он без упреков и обид. Обиженным дает прощение дар он, а маловерам веру как гранит. И если твое сердце огрубело, он нежность полной мерой залет. А если равнодушен к Божьему делу, он ревность для служения пошлет. Вы слышите, Иисус к вам дверь стучится, Он никогда не открывает Сам. Все в этот вечер может измениться, если поверить Божьим чудесам. Аминь. Звучит Рождество своя песть, Спасенный Торий, слава Пышней Богу, Развезда над землей, плагая весть, Христос всем небо проложил дорогу. Поставим добровольно небо отрой, Чтоб подарить всем грешникам спасенье. Через Марию воплотился Он, Свершилась тайна Бога воплощенья. Чтоб осудить во плоти грех людей, Он принял плод, такую же, как наша, Безгрешный за грехи нес плескорбей, На дна искив страданий горьких чашут. Поставим добровольно небо отрой, Чтоб подарить всем грешникам спасенье. Через Марию воплотился Он, Свершилась тайна Бога воплощенья. О, как Тебя, Спаситель, не почти, Судить Ты будешь, Тебя, больно строго, Кто не хотел, Тебя, признать за Бога, И по закону вечной правды жить. Поставим добровольно небо отрой, Чтоб подарить всем грешникам спасенье. Через Марию воплотился Он, Свершилась тайна Бога воплощенья. Слава Творцу Богу воплощенья. Слава Творцу Богу воплощенья. Слава Творцу Богу воплощенья. Слава Творцу Богу воплощенья. Зайдore Ho, как Творцу Богу воплощенья. ITV哎яо Opelowая. Слава Творцу Богу Вишни! 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 Слава! 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 Слава Творцу Богу Вишни! 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 Слава Творцу Богу Вишен! Слава Творцу Богу Вишни! все-таки они читали вот эти пророчества. Потому что, братья и сестры, в те времена это была очень популярная тема. Имея в виду, кто же будет править миром. Египет к этому времени уже пал. Вся его боевая мощь свелась к нулю. И место правления миром оставалось вакантным. Но может ли такое место долго быть вакантным? На Востоке существовало тогда, если брать историю того времени, существовало Парфянское царство. Оно включало в себе мощь Сирии, Вавилона и Осирии, некоторых других более мелких стран. Это современный Ирак, Иран и вся вот эта вот часть междуречия, кроме Израиля в Палестине. Это было достаточно мощное царство. И они заявляли во весь рост, что это они должны править миром. А на Западе в это время поднимался во весь рост Рим. Другая мировая держава. Ее поступь в железную слышал уже почти весь мир. Они тоже имели эту же цель – править миром. На все это, конечно, смотрела маленькая невзрачная иудея, у которой не было больших территорий, не было оружия современного, не было нормально даже армии. Но они были спокойны, потому что они знали – править миром-то будем мы, они так считали. Почему? Потому что придет Мессия. Придет Мессия, Бог непобедимый для нас. Он поразит Восток, Он поразит Запад, и мы будем царствовать, потому что это наш Мессия. Он придет и все сделает. И всем, конечно, было интересно, как. Вот как явится Мессия Великий? Может быть, на белом коне как-то? Или еще с какими-то великими знамениями? Как явится тот, кто сокрушит Восток, Запад, поставит Израиля над всей землею? Исайя, пророк Исайя, один из величайших пророков своего времени, Он об этом написал в своей книге, Исайя, 7 глава, 14 стих. И там сказано об этом так. Итак, Сам Господь даст вам знамение, все девы во чреве прииметь родец сына и нарекут имя Ему Эммануил. Ну, как-то вообще-то в целом непонятно. Как-то загадочно, потому что вообще надо сказать, братья и сестры, что рождение Иисуса Христа, оно было загадочным тогда, оно остается загадочным и даже сегодня. И мы не можем понять это, потому что это выше нашего разума. При всей нашей вот этой вот развитости, технологии и много другого, рождение Иисуса Христа остается загадкой для мира. Слово «дева», которое мы видим здесь, означает молодая, непорочная девушка, не вступавшая в брачные отношения. И вот она рождает ребенка, сына. И вот это вот чудо его рождения, оно отображено в родословной, которую приводит евангелист Матфея. Надо сказать, что евреи в то время вели родословные, они очень любили вести книги царские, там все деяния царей, родословия длились. И вот, но в своих родословных евреи всегда включали только мужчин. За одним отцом всегда по списку следовал другой отец. Муж родил мужа. И этот порядок, он был незыблем, его нельзя было нарушать, никто его и не нарушал, пока евангелист Матфея его все-таки не нарушил. И мы читаем, если мы посмотрим в первой главе, 16 стих. Мы прочитаем, здесь сказано так, смотри, дальше уже. После того, как тот родил этого, этот родил этого. Яков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Мы видим здесь, евангелист Матфей не называет Иосифа отцом Иисуса. И он не числится в родословной Иисуса как отец. Да, Иисус родился от молодой девы, никогда не знавший мужа, мужчину. Нигде этого прежде не было. И никогда позже не случилось. Никогда. Но Исайя написал правду. Непонятную, но правду написал. На Иисусе Христе, братья и сестры, мы знаем хорошо, прервался вот этот вот первородный грех, который начал свое бытие от Адама еще. И он передавался от одного отца к сыну, к другому. И вот эта вот цепь, ее нельзя было никак вот прервать, порвать. Она прервалась, эта цепь на Иисусе Христе, потому что у него не было земного отца, который бы передал ему это, первородный грех. Не было у Иисуса Христа такого отца. У Иисуса Христа отца он был Бог, святой имя ему. Мы читаем у пророка Исаии. И вот Мессия, Бог, пришел в мир. И Мессия, Бог, пришел в мир. И вы знаете, ничего особенного не произошло. Израиль ожидал с приходом Мессии, может, что-то, но ничего не произошло. Не было сдвигов гор, не сдвинулись тоже континенты, тоже не сдвинулись, и не было цунами, не было землетрясений, и ничего не было. Более того, более того, даже места в гостинице не было для Иисуса. И мы знаем, мы читаем, что все произошло в другом месте, где хозяин гостиницы держал свой скот. Может быть, некоторые исследователи говорят, что поскольку вокруг Вифлеема это была гористая в вашей местности, и там много было пещер, домики стояли прямо возле гор, и там пещера, и люди пользовались эти пещеры, как вот загоны для скота. Может, это был загон, построенный хозяином, мы точно не знаем, но мы знаем, читаем, что молодая мама спеленала малыша своего и положила его в ясли, где ложили корм животным. Здесь я хочу пояснить в основном для вас, дети, я хочу пояснить для вас, что ясли – это кормушка. кормушка для не всего скота. Ясли была кормушкой только для овечек, только для коров, волов и коней, для вот этого скота. Весь остальной другой скот, какой был в хозяйстве, ясли не имел. У них были кормушки другие, назывались они по-другому. Эти ясли были постоянно чистые. Я помню, когда я был в вашем возрасте, где-то 6-8 лет, у нас тоже были ясли, и у нас были овечки. В разное время их было то 16, то 3, там, зависимо от обстоятельств. И вот зимой, когда папа брал меня, и мы в ясли эти должны были поставить корм, вы знаете, животные вылизывали эти ясли, дерево было белое-белое, такое вот, чистое-чистое. И вот в эти чистые ясли мы ложились с папой корм, и папа мне говорил, вот, вот такие ясли положили однажды Иисуса Спасителя. Я не понимал всего этого многого, но запомнил вот эти вот слова моего отца, который мне показывал на ясли и указывал на Иисуса Христа. Это мои детские такие вот воспоминания. И вот, когда вот я себе представляю, как этот вечер, мы его называем рождественским вечером, потому что Христос родился. И вот такое вот, наконец-то, как-то и Мария, и Иосиф немножко отдыхали, успокоились как-то, и вдруг открываются двери там, если они вообще были, и заходят пастухи. Заходят пастухи, и они задают, возможно, изумленно Марии и Иосифу вопрос, где родившийся Мессия, где родившийся царь, владенец, дети. А откуда вообще пастухи узнали, что их же даже в Вифлееме не было, что родился Мессия, где родился царь? А? Кто им сказал? Правильно. Что-то мальчики молчат таинственно. Ангелы сказали пастухам. Мы знаем это. Ангелы сказали пастухам, и пастухи пришли проверить, действительно ли так оно. И мы видим, что действительно так. Знаете, странное было, наверное, тогда, и Иосифу, и Марии. Странно было, наверное, вот этим пастухам. Простые люди. Но вообще странно чувствовал себя в те дни весь мир. И до наших дней сохранились некоторые исторические данные о том, что тогда, в те дни мир что-то чувствовал. я приведу два высказывания тогдашних историков, которые до сих пор сохранились в музеях, в книгах ихних. Первое высказывание было от римского историка Светония Транквилла. Это был известный на те времена историк. Он написал «Жизнь Веспасиана». Многотомник такой вот «Жизнь Веспасиана», который был военачальником, он осаждал Рим, потом стал императором. И вот он в четвертом томе, там, кажется, да, пятая страница, четвертый том, он написал так, писал «На Востоке все сильнее распространяется твердое мнение, что судьбой предназначено выходцам править миром из Иудеи, завладеть миром и править миром именно в эту пору жил он как раз в те времена». Другой историк, тоже римский, Тацит, он написал известную книгу «Истории», назвал ее в латинском названии, она называется «Аналы». Вот в этих «Аналах» он писал так. Существует мнение, что в это время появится могучий правитель по происхождению из Иудеи, и тогда евреи надеются завладеть миром. То есть мы видим, что руку на опульсе держали римляне, и все слухи они проверяли. Они ничего не пропускали мимо. И на те времена по миру ходили, что в это время что-то произойдет. И действительно произошло. Мы знаем, что явился Мессия. Хотя, конечно, не так, как представляли себе люди, но Бог посчитал это время полнотою для того, чтобы план спасения начал воплощаться, задуманный прежде создания мира план. И вот обещанный Мессия пришел в мир. Ангелы об этом возвестили. А также пришли, ну не сразу, конечно, не в одно и то же время, но пришли также и волхвы с Востока, мудрецы с Востока. Умные люди. Они изучали много, они знали все там естественные науки, неестественные, всякие другие. Они умели читать по звездам, они умели гадать, они умели толковать сны. Они многое умели. И вот они тоже пришли. Дети, у меня еще один вопрос к вам, последний. Мальчики. А волхвы, мудрецы, откуда-то они узнали о том, вот мы читали, они пришли в Иерусалим и говорят, а где родившийся царь иудейский? Кто им сказал? Ангелы, мы точно знаем, что им не говорили. Они-то откуда знали? Правильно отвечаете. Звезду они увидели. Не совсем ясно как-то, даже какое-то время потеряли ее, мы знаем, но они вот все-таки дошли до Христа. Если вы представляете, смотрите, возле ног Христа, маленького еще Христа, но уже тогда смешалось, так все вот объединилось, если можно выразиться так. С одной стороны, мудрость, с другой стороны, простота. С одной стороны, богатство, с другой стороны, бедность. С одной стороны, образованные люди, с другой стороны, простые. С одной стороны, язычники, а с другой стороны, израильтяне. И вот так вот у ног Христа они стали одним как бы. И вот это вот никогда не прервалось. Это всегда было так. У ног Христа встречаются все. Иисус Христос потом, когда стал взрослым, вышел на служение. Он подтвердил вот этот принцип такими словами. Приходящего ко мне не изгоню вон. Каждый, кто бы ни был, независимо от своего социального положения, расы, цвета кожи, нации, приходящего ко мне не изгоню вон. Все имели право прийти. И вы знаете, это была революция. Это было нечто настолько новое. Это нам сегодня кажется в порядке вещей. Захотел я и пришел к Богу. Для этого существуют проповедники. Для этого существует церква. И вот мы вопьем. Приходите к Богу, кто еще не пришел. И это мы делаем постоянно, постоянно. И может быть, даже кому-то и надоели. И все там так кажется вот обычно. Захочу и приду к Богу. Братья и сестры, это не так просто. Эта благодать сделала это возможным. Но раньше не было так. Раньше это было как? Раньше прийти к Богу, просто так, даже израильтянин, член общества Господня, он не мог прийти просто так, взять и прийти к Богу. Он мог прийти к священнику только. И священник от его имени пойдет к Богу. И то священник не имел права явиться перед Богом с пустой рукой. В его руках должна была быть жертва, которой опять-таки в его руки должны были положить общество Господне, израильтяне, в руки священника. Так просто прийти к Богу было нельзя. Священник, священники могли. И мы знаем в храме, а за язычников и говорить вообще трудно. Если израильтяне имели такие ограничения. И мы знаем, что в храме там были места особо, их называли дворы. И где-то там, на самых дальних затворках, был так называемый двор язычников. Это если они хотели прийти к Богу, они должны были... Даже они не имели права войти в двор, где истинно израильтяне правоверные. Нельзя было. А во двор священников тоже нельзя было за это побитие насмерть камнями. Как прийти к Богу? Иисус Христос пришел в этот мир, и от Него произошла благодать, которая открыла двери для всех. Евреи сразу не поняли. Они думали, что и благодать только для них. Но Иисус Христос уже тогда подчеркивал. Это делали и первые апостолы подчеркивали. Особенно апостол Павел, что благодать, она для всех. И Иисус пришел спасти весь мир. И Господь возлюбил так мир, что отдал Сына Своего Единорожного, чтобы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. И вот эта вот благодать, братья и сестры, о которой сегодня многие даже не задумываются, она сегодня в действии, благодаря тому, что Иисус пришел в мир. Она сегодня в действии, хотя с тех пор прошло больше двух тысяч лет. И сегодня, как никогда, каждый человек обязан сделать, ну или решить главный вопрос своей жизни. А именно, ну кто-то считает главным вопросом моей жизни, если это молодой человек, вы представляете уже, какой у него главный вопрос жизни. Кто-то другой, вот, но главный вопрос жизни, братья и сестры, знаете какой? Что мне делать с Иисусом? Мое сердце занято Иисусом еще или нет? Есть ли в нем место для Иисуса или нет? Принадлежит оно Христу или нет? Потому что, знаете, люди сегодня действительно стали намного более умные, и они начинают размышлять. И многие из них догадываются, на основе истории, которой прошел уже мир, христианский мир, церкви прошли на основе этих, их опыта, они уже сегодня представляют, что будет, если я приду к Иисусу. Если я приду к Иисусу, тогда в мире мне уже места не будет. Вы помните? Места не было Иисусу, места не было Марии, Иосифу и многим другим, и мир не может принять как родных нас. Нам места в этом мире нет, потому что мы приняли сторону Христа, которого мир не принял. Даже Израиль ошибся и не принял. И мы должны сегодня решить этот вопрос. Если я приму Христа, то многое из этой реальности, которую мир предлагает, мне там места и части не будет. И многие люди колеблются. Многие люди говорят, ну, не то, что я не хочу. Никто никогда не скажет, что я не хочу вечности, не хочу рая, этих вот неземных богатств, которые где-то там. Все хотят их. Но вот эти вот реальные богатства, которые рядом и которые мы видим, они, знаете, имеют ту же силу. И люди размышляют и думают, и говорят, да, я хочу то там, но я приму его, конечно, я возьму его потом. Вот немножко нужно тут мне кое-какие вопросы решить, а потом я возьмусь. Потому что, если взяться сразу, на двух стульях этих усидеть сложно, и мир через своих, мир же тоже имеет своих людей. И через этих людей мир гонит верующих, оскорбляет их, унижает их, заставляет их страдать, даже убивает их. И нам там места нет. И вот мы празднуем, не только сегодня, в нашей стране это хорошо, когда целый месяц празднуется этот праздник Рождества, христианский мир празднует. И вот нам сегодня, братья, предложили две темы, такие очень хорошие. Первый брат говорил много радости. Второй брат нам говорил о благодарности. Это хорошие темы. Это то, что мы должны развивать в себе. Но вы знаете, что суть самого Рождества, смысл самого вот этого вот события, оно все больше и больше удаляется от нас. И сегодня Рождество для многих, для многих даже среди нас, а то в первую очередь, что дети? Подарки. Так нас учили, когда мы были маленькие, так мы учим сейчас своих маленьких, так мы понимаем. И вообще, действительно, ну что это за Рождество без подарков? Разве это Рождество? Разве это Рождество так? Одна обида, если подарков нет. А ведь смысл, суть события, братья и сестры, это благая весть. Это благая весть. Много ли мы о ней говорим? Много ли мы распространяем эту благую весть? Я читал однажды один пример, который, вот что, один опрос, который сделала одна церковь американская, это был давний пример немного, но мне он нравится. Одна американская церковь, молодежь этой церкви, однажды на такие вот рождественские дни произвели опрос. Они пошли там, где обычно много молодых людей, это или даунтаун, или возле калоча какого-то, или что еще что-то. И вот там, где много людей. И они начали производить опрос, и подходили к людям, и говорили, вы успели уже благую весть сказать кому-то? И в 95% ответ был нет. Одни говорили, что я не успел. Другие говорят, да, у меня тоже времени нет. Кто-то сказал, а у меня настроения нет. А кто-то сказал, а я вообще не хочу этим заниматься. И больше 95% было нет. После этого они задавали вопросы немного иначе. Они начали задавать, ну вот вы не сказали за благую весть ничего, не распространите ее, не распространили ее. А скажите нам, пожалуйста, если бы вам за каждое ваше свидетельство тут же давали купюру новенькую в 50 долларов, и там было много ответов. Я выписал три. Ответов было очень много. Некоторые вообще. Но я выписал три ответа. Первый ответ был одного молодого человека. Он, когда услышал это, говорит, я правильно вас понял? 50 долларов за то, что я скажу кому-то за Христа по-быстрому? Да. Он говорит, сейчас я вам скажу, что я сделал бы. Я бы ловил, пошел бы где больше людей, и ловил бы всех как можно больше, делал бы это днем, делал бы это вечером, ночью, и сегодня я был бы миллионером. Потом спросили одну пожилую женщину. Она подумала и говорит, 50 долларов за каждый раз. Говорила бы я о Христе. Да, силы у меня уже не те, но я бы говорила о Христе. Конечно, свидетельствовала. Она помолчала и потом так вот стеснительно добавила каждый день. Потом спросили одну девушку, но поставили вопрос немножко иначе. Она была студенткой колледжа, там как раз недалеко были ее друзья, и ей говорят, послушай, ты говоришь своим друзьям о Боге, о благой вести, о том, что Христос родился, чтобы спасти людей от греха. Она сказала нет. Почему? Ну, я, во-первых, я стесняюсь. Я боюсь, что надо мной будут смеяться. И поэтому я молчу. Они даже и не знают на самом деле, кто я. Ей говорят, а если мы тебе сейчас, вот видишь, там вдалеке твои друзья сидят, разговаривают, если мы тебе дадим 100 долларов, ты пойдешь и скажешь им о Христе, что Он Спаситель. Да, пойду. Она пошла, сказала им, что Иисус Христос любит их, и Он Спаситель мира, и вернулась обратно. Три секунды. Ей дали 100 долларов. Вот такие вот работнички на Неве Божьей часто. Мотивация в данном случае оказалась весьма банальной, но мы не должны быть такими, братья и сестры. Потому что многие могут сказать, да я вот так как-то и стараюсь, но особой мотивации у меня нет. И у нас действительно особой мотивации нет. Да, мы знаем, что вот как-то. А Иисус Христос тоже сказал, я вам дам. Дам то, что мир даже не может дать. Иисус, Павел, вернее, Колосской церкви, Колоссянам, он говорит, зная, что вы получите наследие от Господа, потому что служите Иисусу Христу. Наследие от Господа. Это записано Колоссянам 3.24. Но, знаете, люди, мы какие люди? Люди хотят все. Люди хотят не там все, а здесь. И люди хотят все это сразу. И вот, вглядываясь в эту ситуацию, мы видим, насколько, братья и сестры, сегодняшнее христианство, может, даже и мы, удалились уже от пастухов, от той первозданной простоты и радости. мы удалились от этого. И все это вот как-то через сквозь, тусклое стекло иногда для нас. И часто мы видим в Рождестве очень хороший, большой подарок, и если его нету, обида, что это за Рождество? А суть-то праздника совсем в другом. Хотя, конечно, и нас иногда можно понять, потому что, братья и сестры, мы живем все-таки в этом мире, материальном мире, и мы не можем без материальных средств. Мы не можем без них жить. И билы, и все необходимости, и все. Стихия мира бывает безжалостная. Но Господь ободряет нас. Он обещал нам. Он сказал. Помните, перед вечерей Своею Он сказал Своим ученикам. Это записано у Евангелиста Луки в 22 главе. Там в 28 стих, я прочитайте, 22 глава, 28-29 стихи. Господь говорит, но вы прибыли со Мною в напастях Моих, и я завещиваю вам, как завещал мне Отец Мой Царство. Царство. Это те, кто в напастях, в трудностях с Господом. А какая была трудность у Господа? И мы многие часто думаем, ну, трудность у Господа была, наверное, вот сопротивляться, вот дойти до креста, выдержать крест. Это не было трудностью для Господа. В земной жизни, в земных днях Иисуса самое трудное было для Него довести до людей с каменными, зачастую сердцами, необходимость правды о Царстве Божьем, о благодати. И люди не принимали это. И для Него это было самое трудное. Напасть, вот трудность. И Господь говорит своим близким, вы со Мною были в этих трудностях, вы их делили, делите, и за это вы войдете в то Царство, которое дал мне Отец. Это Царство будет ваше. Насколько это больше, чем вот эти земные здесь богатства. Больше. Поэтому Господь нас ободряет сегодня. И, конечно же, праздник Рождества, братья и сестры, я буду переходить, наверное, к заключению, Он призывает нас найти себя более ясно. Потому что Бог хочет спасти весь мир от грядущего гнева. Благая вещь, она может принести мир, мир в сердцах, мир в семьях, мир в церкви, и мир в обществе, в стране в целом. Я как-то прочитал еще один пример заключительный. Его я читал в разных вариациях, но я приведу его именно, как я первый раз прочитал его. Это был случай в рождественские дни, во время Первой мировой войны, когда окопы стояли очень близко с войсками российскими и германскими войсками. И вот как-то в этот рождественский вечер, и все ждут напряженно, всех, всех, всех держат на мушка, и думают, вот-вот начнется бой или что-нибудь, и вдруг из окопа вышел солдат русский и запел песню. Это было пение «Ночь святая». И все думали, друзья думали, «Ну, сейчас его точно убьют». А он пил, и все слушали. И с этой стороны, и с той. И когда он заканчивал, с той стороны стал немецкий солдат и начал петь на своем языке тоже о Спасителе. Действительно, на земле мир и в человеках благоволение. И в эту ночь никто не осмелился ни из старших чинов дать приказ, ни младше сделать какой-то выстрел. Это было время мира, который дал Господь для всех сердец. Он принес на эту землю мир, о котором мы должны сказать другим. Даже когда нас держат на мушке, даже когда нам может быть страшно, даже когда у нас руки трясутся вот так, мы не должны бросать это. Мы должны нести этот мир и это благоволение в человеке, как это наш долг. И об этом мы помолимся сейчас, потому что мир, к сожалению, братья и сестры, в отличие от нас, Мессию своего не узнал. Мы из счастливых, мы из избранных, мы узнали своего Мессию, мы его приняли, но не все так. Мы должны за них беспокоиться, молить Бога, как сказал Он, молить Господа, потому что посмотрите вокруг, жатва какая. И наш долг об этом молить Господа. Аминь. Помолимся. Глазерный наш Господь и Бог, благодарим Тебя за то, что Ты по великой милости Твоей дал нам эти праздничные дни и наши сердца наполнены радостью за то, что Ты пришел на эту землю, в этот мир и Ты знал, что Тебя ожидает, но любовь Твоя покрыла все. И нам хочется сказать, благодарим Господи Тебя. Просим Тебя, чтобы Ты благословил нас, входя в эти праздничные дни, радоваться, улыбаться друг другу, славить имя Твое достойно, Отца Сына и Духа Святого. Аминь. В заключение нашего вечернего благослужения будем петь семьсот тринадцатый номер, как скоро не летят вперед. Будем вставши петь и во время пения будет материальное служение нужды Церкви. Аминь. Аминь. Идет, в мире не слышно черепой, поделять и танцуй идет, аминь. 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 Идет, и спаситель наш придет. ПЕСНЯ 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 Дорогой наш Отец, мы благодарим Тебя за этот воскресный день, благодарим за это собрание, благодарим за то, что сегодня мы можем радоваться тому, что, Господи, спасение Тебя пришло на эту землю в лице маленького младенца Иисуса Христа. Господь, помоги нам правильно относиться к этому празднику, помоги передать правильно это своим детям, чтобы нам прежде всего быть от сердца благодарными Тебе за то, что Ты явил спасение народу Твоему. Благослови нас в этом, Господи. Храни церковь Твою от всякого зла и несчастья. На этой рождественской неделе, Господи, мы будем иметь разные богослужения, разные занятия, Господь. Также будут и рабочие дни еще, Господь, храни от всякого рода зла, от мала до велика каждого. Пусть Твоя отцовская благодать, мир наполняет сердца наши, Господи, чтобы присутствие Твое было в наших домах и в нашей жизни. Помоги нам жить богоугодной жизнью, Господи, и страх Твой пусть будет с нами. Прошу Тебя, чтобы, Господь, Твоя отцовская благодеющая и охраняющая рука была над каждым из нас. И пусть благодать нашего Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа пребудут всегда с нами. Аминь. Друзья, приветствуйте друг друга с миром Божиим и да благословит вас Бог.